Христос народился! Слава Богу, что Христос народился! И я размышлял, что бы было, если бы Христос не родился, и, конечно, мы бы не получили этот дар от Бога спасения. Мы знаем, это не был тот день, когда Христос народился, декабрь 25-й, но, конечно, мы празднуем, что Христос пришел на эту землю. И я желаю прочитать Евангелие от Луки 2-я глава, 13-й стих. Там говорится такие слова. «И внезапно явилось ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающий. Слава вечных Богу! И на земле мир, в людях благоволение». Я размышлял над этим стихом и увидел, что когда Иисус Христос пришел, то от Бога как бы появилось благоволение к людям, потому что раньше у Него как бы не было такое большое благоволение к людям. И почему я это говорю? Потому что в 25-м стихе говорится такое же слово. Это будет 4-я глава. «Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Ильи, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделалось большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илья, а только ко вдове в Серепту Сидонской. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисеи, и ни один из них не очистился, кроме Неймана Сирианина». Я размышлял, думал, почему Иисус Христос пришел, и говорится, что кругом, где Он не шел, Он людей исцелял, Он людей, которые имели недостатки, Он их как бы решал, их проблемы. Но до прихода Иисуса Христа, когда люди Божьи ходили, то как бы не было такой масса исцелений, не было такой, не было масса просто, можно сказать, благоволения Божьих к людям. Мы видим, что когда Иисус Христов, люди получили этот, можно сказать, дар благоволения от Бога. И это все произошло, потому что князь мира пришел. По-английски говорится «King of Peace». Это как бы князь мира. Не мира в том смысле, что мир, который вокруг нас, но мир, мир Божий, который превышает всякого ума. Он пришел, Иисус Христос. И на земле не будет того мира знов, доколе Иисус Христос не придет опять на эту землю. И также насчет этих прокаженных, которые были в Израиле в одни пророка Елисея, говорится, что ни к одним из них не был послан Елисей. Он был послан только к некоторым людям. А Иисус Христос, о нем говорится, что он был послан для всех, для бы всяких, которые поверят в него, не погиб. Он был послан для всякого человека, который имеет способность уверовать в него. Эти люди были посланы одиноким людям. А Иисус Христос был послан для всего мира. И мы благодарим Бога за это благовление, которое Бог нам дал. За эти подарки я размышлял даже, что это духовные благословения, которые Бог нам дал через Иисуса Христа, оно перелилось еще даже в материальные подарки, когда мы дарим подарки детям или близким нашим. Это размышлялось, это как бы переливание этого благословения духовного в материальные вещи. И даже Словом Божьим написано, что я прочитаю, это будет Евангелие от Иоанна, последняя глава. Последний стих. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь. Говорится, что мы эти немногие экземпл, которые мы имеем Словом Божьим, это только часть тех чудес, которые Иисус Христос сотворил, когда Он был здесь, на этой земле. А сколько еще не было описано? А сколько еще Бог делал, которые мы просто не знаем? Может быть, много мы не замечали, потому что мы знаем, что когда мы, может быть, многие годы читаем Слово Божие, мы видим, что мы что-то новое научились, то много есть вещей, что мы даже не замечаем. И размещая, я также думаю, что что еще будет Иисус сотворить, что Он будет еще творить, когда Он придет, когда, может быть, до пришествия Его, что Он еще будет творить, о чем мы не знаем. Потому что говорится, что даже книг бы не хватило бы описать все о том, что Он сотворил. Мы знаем, что между нами есть, я думаю, что хоть бы 30 Библий, но вот этих Библий даже бы не хватило описать все эти события. И я благодарю Бога, что к нам всем людям пришло Божье благоволение к нам. И что Бог даровал, это самое главное, это нам дар спасения. Конечно, мы благодарим Бога за все, что Бог нам дает, но мы благодарим самое большее за этот дар спасения, и еще за дар покаяния, потому что Слово Божие говорит, что это дар от Бога, а покаяние – это дар от Бога. Но самое большее – благодарим Бога за жизнь вечную. И благодарим Бога за то, что мы имеем вот этот подарок от Бога, это Слово Божие, мы имеем это откровение о Иисусе Христе. И я желаю без разного с вами благодарить Бога, что Иисус Христос был послан к нам. Если мы бы жили во время Ветхого Завета, то, может быть, из тысячи людей, может быть, к одному из этих людей был бы послан человек от Бога, потому что к малым людям был послан человек от Бога. Но в Новом Завете написано, что Иисус был послан для всех, для каждого человека. И я желаю бы, разум с вами, вас благодарить Бога за это. Аминь. Аминь.